здравствуйте друзья кузнецов дмитрий компания лям вас приветствуем выкладываем ролик нашего постоянного слушателя подписчика здесь автор молодец и знаете я уже эту девочку слышал причем даже не слышал разговаривал с ней вот это вот курочка а неопытная почему там если мне память не изменяет достаточно давно было и ничего не помогло и даже опросник по моему выкладывал если у такой девочки шанс кто-то даже писал что есть что образумится там и все такое кого там нет вспомните может кто-то найдет этот ролик где какая-то ну там тоже актив бизнес коллекция вот это вот ну судя по голосу по моему она да и по манерам пыталась мне говорить про федеральный закон без номера что это вот закон но он без номера и вот здесь она тоже блещет во всей красе не знанием основной базы попытками от голословных заявлений и знаете большое спасибо автору он по большому счету здесь активность не проявлял он нам он позволил этой дурочки выступить во всей красе демонстрируя в ее образе тот самый образец как выглядит настоящая коллекторша девочка которая с горем пополам закончила школу на троечке и ничего умнее не придумала как сорвать объявления на столбе или где они там берут эти объявления но не идут же в актив бизнес коллекция работать после какого-то серьезного конкурса либо собеседование да ни в какую коллекторскую компанию не идут работать нормальные люди которые действительно претендуют на чувство собственного достоинства ну и у которых есть какие-то элементарные даже нормы приличия ну и того самого достоинства давайте послушаем убедимся в конце ролика я опросничек по поводу этого ролика выложу дослушайте ответьте оставьте свое мнение поехали здравствуйте скажите пожалуйста я звонил сбербанк мне сказали мое дело у вас находится по всем вопросам к вам обращаться стаж специалистами административного управления взыскания обыкла информировать запись разговора скажите пожалуйста андрей дмитриевич это вы обыкла это как переводится это общество с ограниченной ответственностью актив бизнес коллекции ну я понял я понял ну да андрей а вы и андрей дмитриевич и ангарин но у меня если у вас есть не меньше не меньше он самый а хорошо значит вы звоните на поводу вашего кредита кредит для карты в паузбербанке на 15 ноября сумма текущего долга ваша составляла 51200 и 295 рублей 52 копейки при просроченной должности 527 дней так как просроченная задолженность у вас образовалась 13 июня 16 года вам крайне важно унести оплату на протяжении 3 тысяч дней от вас оплата уже была или только будет наверное не будет ориентировочно сумма нет скорее всего не будет а по какой причине у вас дела там родовалась ну причины там многие банальные мне просто это интересно договор у вас до какого числа с моё дело с какого числа с какого числа с какого числа моё дело с какого числа да с 12 октября 2017 года а 12 октября 12 года а а 17 года 17 17 так я понял а до какого числа с а с на данный период времени как банк решит устатить меры по взысканию или нет по поводу этого пакта мы уже влияем на решение банка так же что можем первоначально действовать в интересах ваших потому что мы просто так с вами же работаем а только в интересах ваших за все это время звоню почему-то только я вам вот как то вы плохо тогда работаете ну почему же вам звонили сегодня голосовое сообщение оставляли за все это время это какое время ммм сегодня звонили ну смотрите вы с вами связываетесь практически ежедневно с октября месяца то есть мы с вами ведем диалог ежедневно нет не практически ежедневно это не это что то вы прибрюхиваете ну с чего взяли 16 18 октября 20 октября 21 октября 23 29 8 9 12 13 год 21 ноября вы уже звоните на второй раз на сегодня второй раз а ну да первый звонок сорвался второй я понял на так это только те контактные звонки были когда вы нам звонили да голосовые сообщения поступали неоднократно по поводу данного факта просто дело в том то что этот банк был списан на социальные счета где по центральному положению банка 254 а в этом случае получается экономическую выкупу в одном смысле для вас это хорошо потому что с 16 года банк за такие проценты сразу стойки не нашла на вашу задолженность в любом смысле не очень потому что в этом случае клиент получает экономическую выгоду ну и соответственно отчетный период времени конец года информации если это поступит налоговая инспекция то клиенту приходится еще плюсом оплачивать помимо этого долга налог то есть это дополнительная переплата никому бы не хотелось бы ее переплачивать нет это при условии все если банк давай вот если банк спишет эту задолженность тогда да из чего вы это взяли нет конечно же потому что ну хорошо это банк задолженность то есть он ее может требовать только по времени до момента пока вы ее не внесете либо банк может просто взять и переступить требования сторонней организации на стороне 382 статьи гражданского кодекса российской федерации но здесь вам тоже не выгодно потому что в банке сама фиксированная вы вносите оплату ваш долг только уменьшается до дополнительных переплат а у сторонней организации они в быток себе также не работают расходы которые тратятся на клиента они потом по решению суда взыскивают с клиентом то есть это смс-помещение голосовые сообщения транспортные расходы и так далее но есть возможность это бред это бред это что-то но андрей буквально недавно два месяца назад были долги проданы которые по 30 тысяч рублей был определенный реестр был продан коллекторскому агентству через два месяца банк связывался уточнял как идут процессы застания там уже долги при этом были по 70 тысяч но если вы не верите хорошо давайте тогда эту ситуацию на реальность что у вас делается нет давайте как бы вы мне вот вот этот вот бред нести не будете смотрите в первую очередь там никакие проценты ничего не капает это раз во вторых а что вам скажут что проценты какие-то капают я скажу что никаких процентов нет у вас хорошо давайте разбирать следующую ситуацию вот вы говорите что там за звонки за это за транспортные расходы хорошо как сотрудники могут доказать что они действительно куда-то ехали как это все документации чеки и так далее ну а чеки а вы что думаете что в чеках прям будет написано мы выезжали к Андрееву Андрею Дмитриевичу да почему же есть определенные также видео регистраторы навигаторы и так далее это все соответственно фиксируется везде то же самое звонки с выписка и так далее это через пол проще коллекторы будут ездить с видеорегистраторами да а почему нет почему все могут ездить с видеорегистраторами а что коллекторы это как какие-то люди с другого мира или что им же надо тоже а деньги за средства которые не тратят на клиентов как-то возвращать правильно правильно это делается через суд как ваше фамилия имя и отчество остатки Екатерина Геннадьевна Екатерина Геннадьевна давайте сделаем так если вы на тот момент когда будете работать еще в актив бизнес коллекции давайте наверное все таки продавайте этот долг рекомендуйте там Сбербанку продавайте долг вот я вам буквально через сколько-то там времени позвоню и скажу вот после суда если суд состоится вот я вам просто после суда позвоню и скажу было так или нет хорошо а то есть вы готовы искнуть да чего тут рисковать это же коллекторы и что они работают по закону Российской Федерации закон 230 вышел 1 января 17 года который регументирует коллекторскую деятельность регументирует коллекторскую деятельность судебные приставы существует определенная национальная ассоциация коллекторских агентств которые составляют около 100 коллекторских агентств 139 если быть точным ну хорошо 139 я сказал же вам что более 100 поэтому из одного из этого коллекторских агентства ваше дело может оказаться у них рабочим а заказать можно какое-нибудь коллекторское агентство? что сделать? ну заказать ну это уже банк решает какому коллекторскому агентству вы покупаете право требования сторонней организации что? ну а если вы пометочку сделаете там в какое-нибудь коллекторское агентство например ну это ничем не поможет ни каким образом это уже с какими коллекторскими агентствами сотрудничает банк и так далее но это сейчас вообще в принципе не важно но на данный период времени а важно сейчас задуматься о том то что готовы ли вы переплатить или вы все-таки готовы оплатить только ту сумму которую вы действительно должны банку я подумал но если там от 30 тысяч до 70 выросло я готов оплатить сколько там сто 125 тысяч я готов оплатить прям вот а Андрей Дмитриевич ну есть люди которые готовы свое дирижное средство которое обрабатывает собственным трудом тратить на благотворительность ну ладно в вашем случае я бы лучше потратить эти 125 тысяч рублей на благотворительных детям которые действительно об этом нуждаются но не как на коллекторскому агентству а вот представьте себе другую ситуацию что вы продадите коллекторскому агентству а коллекторское агентство не пойдет в суд представляете может же быть такое и каким же образом они с вас будут взискивать денежные средства вы сами об этом задумывались ну а не задумывались а что на протяжении полу а мы и делаем то же самое мы работаем с вами по агентскому договору это разные вещи на данный период времени мы работаем в ваших интересах и чтобы не допустить а как же чтобы ваше материальное положение было ухудшено на данный период времени я не вижу здесь ничего смешного тем более от человека у которого имеется задолженность вы же сами просто понимаете то что жить свободно может только тот у кого нет финансовых сложностей и у таких клиентов которые в которых образовывается просроченная задолженность у них есть два пути это светлое будущее при опасности долговых обижать ну или возможно долговая яма вы сами понимаете что из одной проблемы может увеличиваться еще больше проблем а только морально сильные целестремленные люди справляются с данной проблемой а те кто сидит и бездействует к сожалению они только себе наденуживают еще больше проблем ну и теперь вам решать конечно же хотите вы быть финансово независимым человеком либо одной большой долговой проблемой я на ваше мнение влиять никаким образом не собираюсь то есть это ваша жизнь нет я понял да скорее всего что-то здесь вы чуть-чуть перепутали я как бы не ощущаю такого гнета вообще просто что у меня есть долг что нет Андрей Дмитриевич вы вообще человек который в принципе не в возрасте не в писании и так далее но бывают в жизни разные ситуации кто-то хочет поехать отдыхать кто-то хочет поехать за границу работать и так далее но может быть такое же случится что вас просто могут не выпустить например за границу вы же о будущем как-то задумываетесь правильно? да бывает такое то что люди приходят за зарплату снимать в банкомат а там счета арестованы а это же все делают судебные приставы в любой момент все равно что банк что коллекторское агентство сходится все к одному к судебным приставам чтобы потом претензий у клиентов не было по какой причине они арестовали счета по какой причине не выпускают границу это только законы Российской Федерации ну конечно же но вы думаете то что сторонняя организация на вас суд не подождет для чего они думаете с вами взаимодействуют по полугода с клиентами не с вами а с клиентами другими со своими для того чтобы набивать сумму для того чтобы потом эту сумму с вас взыскивать если бы они сразу выкупили долг и потом пошли бы в суд то они бы остались не в прибыли ну хорошо да логика есть в общем давайте так продавайте через коллекторское агентство кстати актив бизнес коллекцион этим промышляет покупкой что именно ну покупкой актив бизнес коллекцион так работает по договору сессии по договору агентства а-а-а клево ну а вы можете вот знаете давайте наверное все таки вы выкупите долг ну это не нам решать ну понятно за искать на данный период времени у вас основной это спиртбанк спиртбанк решает каким образом дальше с вами взаимодействовать мы только можем повлиять на решение банка и с вашей стороны будут какие-то встречные пути наврядка встречные пути вы в принципе можете сейчас на данный период времени а-а сделать я понимаю вы вообще располагаете любую сумму которую бы вам выставили это ваше дело принципа что вы не хотите оплачивать сейчас на данный период времени банк но только вы в принципе я не понимаю потому что вам банк не начисляет проценты за неуплату вы остаетесь в плюсе и при этом не хотите производить платежи но так я не вижу тогда на данный период времени препятствий взросленности и оплату и не достигать каких-то более жестких требований даже не от коллекторского агентства не от банка а например от системы агентства все надо наверное но если же вы хотите попробовать в жизни все то я не думаю что именно эта ситуация это в жизни все ну надо с коллекторами пообщаться вы же тоже коллекторский агент ну так вы сами уже общаетесь мы же коллекторское агентство вы уже пообщались с коллекторским агентством то есть уже можно идти делать шаг вперед ну вперед нет я хочу более жесткого как вы там сказали ну чтобы проценты начислили или вот это вот все проценты вам никто не будет начислять потому что если как они там хост расходы как это да вот так вот что-то нападает хост расходов просто интересно посмотреть но как я же вам сказала то что если вы хотите действительно заниматься благотворительностью лучше благотворительностью заниматься совершенно другим организациям но никак не коллекторским агентством вы же можете сделать доброе дело людям которые в этом нуждаются но коллекторское агентство в этом же не нуждается ну они же понимаете живут за счет ваш зачем вам что еще раз ну тогда я думаю оно обойдется без моих денег ну конечно обойдется если вы выпустите сумму текущего долга банку понимаете что если дело попадает у клиента в коллекторское агентство то самая низкая категория качества по взысканию то есть она у меня уже есть есть но при этом у вас сейчас есть возможность эту кредитную историю восстановить а по причине того потому что в шестнадцатом году не по вашей линии были списаны эти счеты кредитные на специальные счета по центральному положению банка 254 если в этом случае клиент добровольном порядке оплачивает сумму текущего долга то его кредитная история соответственно может автоматически восстановиться то есть в дальнейшем не у вас не у ваших родственников могут и не возникнуть проблемы с кредитованием техники другим кредитом потребительским кредитной картой а вы думаете что если родственники пойдут вам за кредитом то есть себе за кредитом либо за продукцией которая берется в кредит техника и так далее у них сразу банку им скажут давайте будем вам давать кредит если у вас есть задолженность если вы например попадете в коллективское агентство то никто никому не будет отвергать кредитные обязательства во первых хорошо вы пришли в магазин и у вас спрашивают а у вас есть там вот такой-то такой-то вот скажите кто знает кроме например меня а зачем зачем спрашивать у вас есть такое-то есть федеральный закон 218 это кредитная история по которой все родственники взаимосвязаны и там все видно в этой базе в этой базе все видно проверяйте не только наличие кредитов а у того человека который 218 федеральный закон о государственном катастрофе недвижимости с изменениями на 2017 год что он 2017 год 218 фазы о государственной катастрофе недвижимости с изменениями до 2017 год какие 218 218 федеральный закон фазы это закон от кредитных историях о государственной регистрации недвижимости «бühметр» я сейчас я не знаю федеральный закон фазы 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 вы правильно брать 218 фазы фазы о государственной регистрации недвижимости может здесь что-то есть? Нет, это, ну, получается, я не знаю, я впервые слышу, что будет действовать 18 федеральный закон именно государственной недвижимости, недвижимость, и банковское дело, это, в принципе, разные вещи. Я про то же, может... Где вы посмотрели? Консультант Плюс. Где вы смотрели? Консультант Плюс. Мне просто даже стало интересно, каким это образом 218 закона стало о недвижимости. Федеральный закон от 13.07.2015 номер 218. Это вы смотрите первое. Я тоже сейчас на данный период времени на Консультант Плюс это вы смотрите первое. А второе вы смотрели, федеральный закон 230, то есть 218.30 декабря 2014 года о кредитных историях. Видите? Да, вот, теперь нашел, да. Ну вот и все. На данный период... Ну, давайте представите мне пункт, где прям будет прописано то, что мои родственники не будут получать кредит. Скажите мне. Вы можете представить его самостоятельно. Я же не встречаюсь с вашим личным консультантом. Я ссылаюсь на данный закон, где это прописано. Но при этом, что именно и как там прописано, это вы уже можете посмотреть самостоятельно. Я же не могу весь закон знать именно этот полностью. Я концептирую о том, что факт, что в этом законе имеется данная информация. То есть это, в принципе, в базе имеется, чем-то занимается данная информация в бюрок кредитных историй. Вы можете эту информацию запросить, справку, там она стоит 500 рублей вроде бы. Пожалуйста. Так, по-моему, что-то вы, по-моему, опять пригрехиваете. Вот тут вот... Андрей Дмитриевич, на данный период времени... Хорошо, а мы уже отточни от темы разговора, потому что вы самостоятельно изучите данные федеральные законы и посмотрите. Подождите, подождите. Может, вы наконец-то правду будете говорить? Может, действительно что-то... А вы мне на данный период времени также задели заплоджение, что федеральный закон 218-го недвижимость. Я даже буквально самостоятельно... Смотрите, зайдите на консультант, вы же сами сказали... Я вижу, я вижу. Но так надо же смотреть дальше, по поводу какого факта вам говорят. На данный период времени, как я понимаю, вы производить платежи на кредитную карту не собираетесь в банку? Нет. То есть вы отказываетесь от платежей? Естественно. Ну хорошо, тогда ваш кастоплата будет запиксирован. Всего доброго, до свидания. А, да, у нас на рабочий день за нами. Ладно, давайте. Давайте. Друзья мои, кто-нибудь, может быть, из вас лично знает коллекторов, бывших, будущих, руководства. Ну и сами коллекторы, я знаю, вы здесь спасетесь. Объясните кто-нибудь мне, дурачку, в чем ужас вот этого заявления. В таком случае ваш отказ от оплаты будет зафиксирован. То есть категоричность этого заявления, знаете, ну вот в этих интонациях похоже как, ну контрольный выстрел, да, когда человек уже в предсмертных судорогах бьется, а ему в голову тресть. Ну или когда на ринге бойцы там один над другим доминируют, одерживают победу уверенную и под конец ему там удушающий или там болевой, ну или в конце концов хороший такой перкот. И чтобы не было нокдауна, был уж точно нокаут. Вот какая интонация у них сопровождает эту бессмысленную фразу ни о чем. И самое обидное, на многих эта интонация действует тем самым образом, на многих, друзья, на подавляющее большинство она действует именно так, как они рассчитывают. Простая человеческая психиатрия, не психология, а психиатрия. То есть человек в позиции жертвы, человек с комплексом жертвы, с комплексом должника, делай с ним все, что хочешь. А незнание, незнание материала формирует стойкий, устойчивый, как вы знаете, крепкий страх. Ну я, друзья, думаю, что хотя бы те люди, которые слушают сейчас этот ролик не с того числа. Если вы недавно оказались на нашем канале и еще не успели подписаться, подписывайтесь скорее. Вступайте в ряды людей, которые знают себе цену. Подписывайтесь на наш канал. Если все-таки у вас действительно уже ситуация запущена, либо вы просто попали на наш канал, потому что вам нужна помощь специалистов, то компания Алиам по вашим услугам. Но прежде, пожалуйста, посмотрите видеопрезентацию на нашем сайте, как мы работаем, что мы для вас можем сделать. Ссылка на сайт есть в описании любого ролика, но также для вашего удобства. А кликабельная подсказка сейчас выходит в правом верхнем углу видеотрансляции. Друзья мои, ну и еще хотелось бы, конечно, чтобы вы оценили этот ролик. Вот опрос, опросничек выходит опять в правом верхнем углу. Своё мнение оставьте, очень интересно всегда смотреть, я вижу, а как вы к чему относитесь. Так, по пятибалльной шкале, оцените, пожалуйста, этот ролик. Вот она, подсказочка, это выходит. Ну, автору, конечно, огромное спасибо за этот ролик. Хорошо, красиво и изящно продемонстрировал, вынудил вот этого коллектора продемонстрировать свой профессионализм. Да, ну профессионализм в кавычках. А я желаю вам счастья, здоровья, финансового благополучия, крепких нервов. Всего вам хорошего, друзья. С вами был Кузнецов Дмитрий, центр юридической защиты и компания Алян. До свидания.